Здравствуйте! Это программа «Город С» и я, Елена Чернявская. 2017 год, юбилейный год ДОСАВ. В честь этого события дан старт международному комбинированному пробегу ДОСАВ России, посвященному 90-летию оборонного общества. С востока на запад России общей протяженностью 12 тысяч километров пройдет он в форме эстафеты по российским и белорусским дорогам от Владивостока до Севастополя и Минска. Девиз пробега с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее. Вот крайне важно, чтобы молодежь имела реальную возможность воплотить в жизнь свои детские мечты стать летчиком, моряком, десантником, автомобилистом, иметь хорошую техническую профессию, востребованную и, конечно, достойно оплачиваемую в настоящее время. Сегодня в этой студии мы поговорим о добровольном обществе содействия армии, авиации, флоту, России или, попросту говоря, ДОСАВ. Я представляю гостей в студии Сергей Николаевич Ермохин, председатель регионального отделения ДОСАВ России Самарской области, и Леонид Муратович Ишанкулов, заместитель председателя регионального отделения ДОСАВ России Самарской области, начальник отделения подготовки специалистов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый день. Ну, Сергей Николаевич, поздравляю с назначением. Вот буквально на днях вы стали председателем Самарского регионального отделения. Спасибо большое. Наши поздравления. Ну и что же, уважаемые гости, прежде чем мы начнем наш разговор, я предлагаю посмотреть сюжет Адасав, что же на сегодня он из себя представляет. Давайте вместе его внимательно посмотрим. Внимание на экран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Богатая история и крепкие традиции. Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту одна из старейших в России социально ориентированных организаций. Первое добровольное оборонное объединение в нашей стране было создано еще в 1920 году. Перед ним стояли задачи проработки военно-научных вопросов и широкой пропаганды военных знаний среди населения. В Куйбышеве оборонная организация начала свой путь в 1927 году. Точкой отчета нового этапа в деятельности Самарского отделения стал 2010 год, когда оборонной организации был присвоен новый статус общественно-государственный и возвращено историческое название – ДОСААФ. Постановлением правительства Российской Федерации на ДОСААФ России было возложено 9 государственных задач. Из них 5 связаны непосредственно с молодежью. Это патриотическое воспитание, подготовка специалистов, спортивные и мобилизационные задачи. Одним из важнейших направлений работы стало возобновление подготовки по военно-учетным специальностям граждан, подлежащих призыву на военную службу. Каждый год ДОСААФ Самарской области обучает более тысячи специалистов для Вооруженных сил России. Это водители категорий B и C, крановщики, механики-водители гусеничных машин, слесари по ремонту автомобильной техники, водители бронетранспортеров, электромеханики, специалисты по электростанциям и заправочному оборудованию. В школах ДОСААФ будущие призывники получают качественное образование. Преподавательский и водительский стаж наставников – не одно десятилетие. Обучение идет по всем направлениям – и теория, и практика. Вы должны посмотреть уровень масла в картере двигателя. Это делается ежедневно перед выпуском транспортного средства на линии. Подобные занятия увлекают молодых людей. Кто-то после решает получить военное образование. Здесь у нас походит начальная военная подготовка, то есть дают все те знания, которые необходимы. Вот это и строевая подготовка, и физическая подготовка, автоподготовка. Ну, бывает, стрельба еще у нас периодически. Участвуем в различных соревнованиях, мероприятиях военных. У меня в планах продолжить военное обучение после школы, в частности. Вот, и связать жизнь с аммией, как офицер. В автошколах ДСААФ используют современные наработки и технологии, что делает занятия интересными для молодежи. Те, кто армию уже прошел, приходят с другими планами – стать членами ДСААФ и прививать любовь к родине подрастающему поколению. Настоящих патриотов и граждан своей страны растят и в военно-патриотическом лагере «Авиатор», действующем на базе аэроклуба ДСААФ. За лето здесь отдыхают и проходят профильную авиационную подготовку более тысячи детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации со всей Самарской области. Каждую смену на три недели для ребят первым делом становятся самолеты. После серьезной многочасовой подготовки воспитанники старших отрядов, так же как их опытные наставники спортсмены-парашютисты, смогут парить в небе с куполом над головой. В лагере стремятся создать правильные ориентиры в жизни и привить здоровые привычки. Кроме знаний и навыков в авиации, ребята учатся водить автомобиль, стрелять, играть в пентбол, а также заполняют пробелы в знании и истории Вооруженных сил России. ДОСААФ Самарской области проделал огромный путь, о чем свидетельствует качественный и количественный рост по всем направлениям. Но, как говорят в ДОСААФ, защищать родину должен уметь каждый мужчина, а значит, впереди предстоит столь же активный труд. ДОСААФ Что же, говорим сегодня о Самарском региональном отделении ДОСАФ России. Уважаемые телезрители, молодые люди, родители, возьмите, пожалуйста, себе на заметку телефоны, сайт Самарского регионального отделения ДОСАФ России себе на заметку. Я думаю, что, безусловно, пригодится. Ну что же, давайте начнем разговор. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие первоочередные задачи перед вами, как перед руководством поставлены? Самое главное, успешно ли их выполняете? В соответствии с уставом, основными целями ДОСАФ России является содействие и укрепление броноспособности страны, национальной безопасности и решение социальных проблем. Постановлением правительства о 993-м 2009-го года перед ДОСАФ поставлено 9 государственных задач. В принципе, в сюжете о них уже говорилось, повторю. Ну, повторите, конечно. Это патриотическое, военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка граждан по военно-учетным специальностям, развитие авиационных и технических видов спорта, участие в развитии физической культуры наших граждан, подготовка летного состава авиационных специалистов в наших летных образовательных учреждениях, подготовка граждан, находящихся в запасе к военной службе, подготовка граждан как специалистов массовых технических профессий, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и содержание объектов ДОСАФ в готовности к применению в период мобилизации в военное время. Хочу сказать, что региональное отделение ДОСАФ России в Самарской области успешно решает поставленные задачи. В структуру регионального отделения, нашего регионального отделения, входит 25 организаций. 9 автомобильных школ и технических школ, 11 спортивно-технических клубов, 3 детско-юношские спортивно-технические школы, знаменитый на город и Самару наш Самарский аэроклуб и Самарский объединенный комплексно-технический учебный центр. Мы имеем по области 17 местных отделений, 151 первичную организацию, общая численность членов ДОСАФ в Самарской области более 3000 человек. Но с каждым годом численность растет? Да, мы принимаем все меры, стараемся, конечно, увеличивать численность персонально, увеличивать количество первичных организаций, отсюда идет увеличение местных организаций. Такие планы увеличения из года в год стоят перед региональным отделением. Ну хорошо, вот Леонид Мурадович, а по каким военным специальностям сегодня проводится подготовка в Самарском региональном отделении ДОСАФ? И вот скажите, пожалуйста, будет ли организовано обучение новым профессиям? Ведь я уверена, что вы не стоите на месте, вы развиваетесь дальше и дальше успешнее, самое главное. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям это одна из важнейших задач. Вот, закономерно отметил Сергей Николаевич, она идет как бы второй по последовательности, и ДОСАФ вообще как бы и организовался, и существует, и впредь он будет существовать с этой, с выполнением этой главной задачи, одной из главных задач. На сегодняшний день в ДОСАФе Самарской области мы готовим таких специалистов, как водитель категории С, водитель категории Д, это водитель автобуса, водитель категории Е, это водитель транспортного средства грузового с прицепом, водитель, механик-водитель гусеничных транспортеров, водители автокрановщики. И с прошлого года мы начали готовить парашютистов-стрелков на базе аэроклуба Самарского. И люди желают пойти, потому что... Учиться идут с удовольствием? Идут с удовольствием. Дело в том, что мы как бы акцентируем внимание на качество подготовки, это в первую очередь. И во-вторых, мы заинтересовываем людей в том, чтобы они пришли, граждане призывного возраста, учиться к нам на бесплатной основе. Это все за счет средств Министерства обороны. Как бы мы даем такую льготу, и бесплатно человек может проходить это обучение. Когда в других школах, специализированных в Самарской области, за это обучение надо платить от 20 до 80 тысяч. Да, деньги не маленькие. Я сама удивилась, когда узнала, сколько сейчас у нас стоит обучение. А давайте вот поподробнее поговорим о качестве. Потому что оно в ДОСАВ всегда было и остается, конечно, главным критерием. Как сегодня ведется подготовка водителей? Какой инструкторский, преподавательский состав? Ну и, конечно, какая материально-техническая база? Качество обучения, я должен отметить, что оно не изменилось, и качество не понизилось, и не упало вот за, ну, грубо говоря, сказать, с 10-го года. Мы большое внимание уделяем качеству обучения. Преподавательский состав – это опытные люди, наставники, которые прошли большую трудовую жизнь со знаниями дела, со знанием своего предмета преподают у нас. Но по техническому оснащению у нас тоже надо отметить. И для сравнения, если взять любую другую специализированную школу, то, я думаю, мы где-то впереди вот этих школ. Потому что у нас есть и разрезные макеты, и мультимедийные установки, и классы оборудованные для проведения лабораторно-практических занятий, где любой курсант, любой обучающийся может это все потрогать, сам замерить, сам выставить зазоры определенные и так далее. Материальная база очень существенно богатая. У нас все школы проводят день открытых дверей, где граждане любые призывного возраста… Несколько раз, наверное, да, в год. Да, и даже в свободном, так скажем, в свободном графике можно прийти и сказать, вот я хочу ознакомиться с вашей школой. И, пожалуйста, никто не воспрещает. Могут пройти, посмотреть, потрогать, увидеть… Сами молодые люди, либо обязательно с родителями? Не обязательно с родителями, не обязательно. Если, конечно, возраст там от 14 до 16, может быть, с родителями. Родители могут что-то порекомендовать. А так, в принципе, это свободный доступ. Мы ни от кого не скрываем ничего. Все открыто. Всегда рады видеть. Да, всегда рады видеть. И мы только за то, чтобы шли люди к нам и учились у нас. Если по военно-учетной специальности, ради бога, мы дадим вам образование бесплатно. Если по платной, на платной основе, тоже мы рады всем. И надо сделать вывод такой, я считаю, гражданам Самарской области, куда все-таки пойти учиться. Вот у нас, например, Чапаевская школа, Чапаевская школа, она заняла первое место позапрошлом году среди всех автомобильных школ города. И вот насколько мне известно, и другим, конечно, это известно, вот в Чапаевске нет такого, что родители учились в этой школе, естественно, ребенок пойдет учиться туда. Пошел. Стопан переемственность, конечно, наблюдается. Сергей Николаевич, я думаю, что есть вам что добавить, да? Я хочу добавить, Олег Муратович, вот успехи регионального отделения и образовательных учреждений, конечно, сказ за счет трудового коллектива, который есть и в образовательных учреждениях, и в региональном отделении. Я хочу сказать, что я четыре месяца в системе ДСА, и глядя на тех людей, которые работают в наших организациях, как они работают и по профессиональному образованию, вот о чем говорил Леонид Муратович, как они работают в системе военно-патриотического воспитания, в принципе мне эта работа напомнила мое счастливое пионерское детство. Это люди-энтузиасты, люди, которые любят свою работу, и благодаря им ДСА существует, действует, развивается и будет еще долго работать на благородинах. В чем, я думаю, что ни я, ни наш уважаемый телезритель не сомневается. Давайте поговорим, как можно записаться в школу ДСА, Леонид Муратович, сколько у нас школ сейчас в регионе, ну вот расскажите, такие организационные моменты, наверное, скорее, да, как можно попасть к вам, со скольки лет и так далее? Попасть можно с 16 лет, обучаться профессии на водителя. Водительское удостоверение выдается в 18 лет, но если человек обучился, он может, не получая удостоверение, быть обученным, иметь свидетельство, что он закончил обучение, а по достижении 18 лет пойти зарегистрироваться и уже получать водительское удостоверение, сдавать экзамены в ГИБДД. Как записаться? Есть наши организации, например, я думаю, что это не секрет для любого юноши и девушки, все школы, которые расположены на территории Самарской области, а как правило, наши школы все имеются во всех районных муниципальных образованиях в центре, вот этих муниципальных образований, и об этом, наверное, все знают, надо просто прийти и записаться или поговорить с преподавательским составом, с руководящим составом этих школ, и они пояснят, когда начнется обучение, во сколько. То есть все организационные моменты они обязательно озвучат, но а телефоны, да, видим на экранах. А телефоны, да, периодически появляются сайты и телефоны. Да, пожалуйста, сайт, телефон. Да, на экранах. Да, я бы хотел добавить в этом плане. Мы планируем к концу года, дай бог у нас получится, запись на обучение проводить через интернет, это будет гораздо проще, экономия времени для тех людей, которые хотят прийти. На сайте будут изложены условия, порядок приема, запись, то есть все вопросы, которые сейчас решаются, приходя в школу, можно будет решать в интернет-пространстве. Можно будет все сделать современно онлайн. Хорошо, давайте поговорим о патриотическом воспитании, Сергей Николаевич. Вот какие новые направления формы работы с допризывной молодежью внедрил в практику оборонного общества? Я перечислял 9 задач государственных, которые поставлены постановлением правительства. Если вы заметили, то первой задачей идет патриотическое, военно-патриотическое воспитание граждан. Отсюда и основная задача ДСАФ направлена именно на решение этих вопросов. Форм работы в этом направлении много, наверное, даже все не перечислены. Но хочу сказать, что ДСАФ участвует во всех значимых мероприятиях патриотической направленности города и области, во всех. Это участие в таких мероприятиях, как празднование Дня Победы, естественно, это и празднование 23 февраля, День защитника Отечества, День России. То есть все... Не один праздник практически, наверное, не праздник. Не один праздник, да. Не обходится без ДСАФ. Даты такие знаменательные, которые у нас в календаре сейчас завидуют и существуют. Скоро День военно-ворского флота, опять же. Во всех мероприятиях ДСАФ, региональная ДСАФ, конечно, в наше образовательное учреждение участвует. Более того, ну я не знаю, есть ли еще примеры, на параде 9 мая ДСАФ выставляет коробку строевую за счет воспитанника военно-патриотических клубов наших. Если вы присутствует на параде, то такую коробку видели. Сейчас под эгидой Министерства обороны развернуто юно-армейское движение. Мы активно в нем участвуем и стараемся наши военно-патриотические клубы и юно-армейское движение саккумулировать вместе, решая, в принципе, одни и те же задачи. Хочу сказать, что у нас 16 военно-патриотических клубов при наших образовательных учреждениях, где занимаются ребята от 13 до 16 лет по трехгодичной программе. То есть такая программа есть. Ну а о преподавательском составе и руководителе этих клубов я уже говорил, это энтузиасты. Ну хорошо, давайте перейдем к очень значимому событию, которое буквально грядет у нас в нашем городе. 27 января 2017 года исполнилось 90 лет ДОСАФ России. И масштабная подготовка к этому юбилею началась уже ровно за год. Давайте поговорим о каких мероприятиях федерального, регионального уровня уже запланированы. Ну и, конечно, какие предстоит провести, Сергей Николаевич. Ну я хочу сказать, что весь 2017 год все наши мероприятия, они проходят по девизам, под эгидой 90-летия нашей организации. Все мероприятия подходят под этим лозунгом. Здесь в январе месяце во всех наших организациях в региональном отделении состоялись торжественные собрания, где мы отметили лучших, поощрили людей. На собрании в региональном отделении глава города Олег Борисович Фурцев вручил нам знамя города, что было очень приятно. Если говорить о масштабе всей страны, то значимым мероприятием становится марш, о котором мы говорили, пробег по маршруту Владивосток-Волгоград-Севастополь и Минск. Марш этот уже начался, пробег начался. Он стартовал 5 июля в городе Владивостоке. Протяженность марша по километражу где-то порядка 12 тысяч километров. И планируется совершить марш в течение 50 дней. Давайте посмотрим. У нас есть видеокадры. Небольшой ролик-анонс о этом пробеге. Внимание на экран. Внимание на экран. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом пробеге. Такой масштаб, чему он посвящен, кто организатор и главное. Готовы ли вы принять эстафету 6 августа? Безусловно, готовы. Безусловно, готовы. Целью проведения этого пробега является популяризация нашей организации, поднятие авторитета организации и организации в целом и региональных отделений по всей стране. Посвящен пробег, как вы уже говорили, мы отмечали 90-летие ДОСА в России. Вот, кстати, у нас сейчас кадры наших журналистов. Это предыдущие года. Вот будет что-то подобное, либо, конечно, будет все намного, как говорится, масштабнее. Хочу сказать, что будет все гораздо масштабнее и интереснее. Расскажите, вот несколько слов о партнерах пробега, кто будет принимать участие, как наше самарское региональное отделение готово встретиться. Расскажите поподробнее, очень любопытно, сколько народу планируется. Понятно. Организаторами пробега являются ДОСА в России и Белоруссии, Минобороны, вообще правительство, совет при президенте Российской Федерации по делам казачества, естественно, главы регионов, через которые этот пробег пройдет. По продолжительности дней пробега я говорил, а если говорить о наших партнерах, то партнером пробега с востока на запад России является АО «Бинбанк», генеральный информационный партнер «Московский комсовольц», всем небезызвестная газета. Информационные партнеры пробега – это телеканал «Россия-24» и телеканал «Звезда», радиостанция «Авторадио», журнал «Полный привод», интернет-портал «Утро.рум», информационное агентство военных новостей «Интерфакс.АВН», информационное агентство «Ветеранские вести» и медиапортал «Хранитель». Вот это наши партнеры, которые помогают нам организовать это масштабное мероприятие. Конечно, организаторам большое спасибо. Благое дело делают, поддерживают такое мероприятие. Сергей Николаевич, вот о передаче эстафеты «Пробега» совпало с проведением 7-го регионального фестиваля авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Вот что ждет гостей нынешнего фестиваля, какая программа намечена? Расскажите, пожалуйста. Я чуть шире возьму отрезок времени. У нас Орк-ядро «Пробега» будет находиться на территории Самарской области 3 дня без малого. 5-го числа мы встречаем Орк-ядро на границе Самарской области и проводим мероприятие по встрече в Камышлинском районе, село Новоусманово. Встречаем, как положено, с хлебом с солью. Вот. Далее передвигаемся на аэродром «Бобровка». И уже 6-го числа, в 11 часов у нас планировано начало, мы проводим мероприятие по торжественной передаче символов эстафеты. Это штандарт или вымпел. Вот. По линии казачества, потому что в эстафете принимают участие и казаки, передается как символ пробега икона покрова Богородицы, которая освещена, и слоте Востока следует по маршруту пробега. Проведем мероприятие торжественной передачи символов. И дальше, как вы уже говорили, начинается седьмой фестиваль традиционно-авиационных, технических, военно-прикладных видоскортов. Что предстоит увидеть? Мы вообще спланировали очень много интересных площадок и мероприятий. Заинтригуете тогда наших уважаемых телезрителей? Это обширная концертная программа. Это выставка вооружения и техники современной. Это и площадка по вождению автомобилей. Это площадки ретро и мототехники. Наконец, и казаки нам подготовили, помогли. И сами будут проводить таких два интересных вещей. Ну, зрелищные, конечно, они проводят. Это и рубка, это и джигитовка. То есть, ну, очень много всего. Даже обо всем не хотелось говорить, чтобы люди пришли и все посмотрели сами. Да, Сергей Николаевич, озвучьте, пожалуйста, где, когда, во сколько можно всю эту красоту увидеть. Значит, сначала вот эти мероприятия по пробегу, по передаче символов и седьмого фестиваля. В 11 часов аэродром Бобровка, Кенельский район, поселок Октябрьский. Ну, что же, время наше так быстро подошло к концу. Хочу предоставить вам заключительное слово. Пожалуйста, вам, Леонид Муратович, ну, мы с вами говорили сегодня об учении, да, о школе. Пригласите учиться всех желающих. Все-таки почему сегодня стоит выбирать ДОСАФ? С большим удовольствием приглашаю всех, которые хотят обучиться в наших образовательных учреждениях регионального отделения Самарской области. Мы никому не откажем в этом обучении и будем рады видеть вас на пороге наших учреждений. Ну, да, а телефоны, адреса регионального самарского отделения ДОСАФ вы видели, уважаемые телезрители, на экранах. Возьмите обязательно, как я уже сказала, их себе на карандаш и приходите учиться в ДОСАФ России в Самаре, Сергей Николаевич. Ну, я хотел бы добавить, да. Я еще раз приглашаю жителей города, жителей области, гостей города и области посетить наше мероприятие, которое спланировано на 6 августа. Не пожалеете. Приходите с детьми. Вам всем будет интересно. Да, Сергей Николаевич, и под конец нашей программы хотелось все-таки озвучить планы перспективы работы ближайшей, да, вот у вас как руководителя, что написано в планинге, ну, на ближайшее время. Если говорить по подготовке по военно-учетным специальностям, то мы уже планируем изучить потребность вооруженных сил по другим специальностям, не по тем, которым мы сейчас готовим. Ежели такая потребность есть, то мы готовы по, ну, во всяком случае, по таким специальностям, как военно-учетным специальностям и ряд еще, то мы готовы развернуть учебную материальную базу, подобрать преподавательский, инструкторский состав и готовить по новым учетным, военно-учетным специальностям. По подготовке водителей категории B, это основная подготовка, я уже говорил, что мы в обязательном порядке уйдем в интернет-пространство. Это облегчит и... Ну, тем более, что молодое поколение сейчас все в интернете, конечно, да? И вплоть до того, что Центральным Советом разработана программа дистанционного обучения, мы попытаемся и ее внедрить у нас в региональном отделении. Вот такие перспективы. Ну, перспективы отличные. Желаю вам удачи, успехов. Работайте, развивайтесь на благо страны нашей и, конечно, нашего региона. Спасибо вам большое, что приняли участие в передаче. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город Эсс. Всего хорошего. Учитесь до САФ. До свидания. Спасибо большое вам.